Турецкий язык Аффиксы сказуемости поначалу немножко пугают студентов, потому что выглядят они громоздко и немножко неорганично, скажем так. Но, опять-таки, чем быстрее вы к ним привыкнете, тем будет лучше, потому что ничего в турецком языке без аффиксов сказуемости не бывает. Все дело в том, что в турецком языке не может быть предложения без подлежащего и сказуемого. То есть и одно, и другое есть всегда. И они между собой неразрывно связаны. Так вот, эта связь как раз выражается с помощью аффикса сказуемости. Например, если мы говорим предложение «Я женщина», «Ты красивая», «Сегодня холодно», «Мы разговариваем», «Они рисуют». То есть мы используем любое предложение с существительным, прилагательным, глаголом, с любой частью речи. И любая эта часть речи может быть сказуемым. Соответственно, к этому сказуемому мы будем присоединять какой-то аффикс, который будет связывать его с подлежащим. Мне хочется, чтобы вы не просто зазубрили эти аффиксы сказуемости, а осознали, что это за аффиксы и зачем они нужны. Поэтому давайте постараемся найти аналогии в русском и турецком языках. Итак, когда мы делаем предложение с существительным, простое и нераспространенное предложение, где у нас только два слова, мы говорим, например, «Я женщина», «Ты мужчина», «Она девочка». То есть у нас подлежащее «Я», «Ты», «Она», ну а «Девочка», «Мужчина», «Женщина» – это будет у нас сказуемое. То есть у нас, по сути, здесь подлежащее и сказуемое ничем не связаны, они оторваны друг от друга. То есть эта связь невооруженным глазом, скажем так, не видна. В турецком языке она видна всегда, но зато связь между словами легко просмотреть в других предложениях. Когда у нас сказуемое, ему будет уже не существительное, а, например, прилагательное. Если мы говорим «Я красивая», «Ты красивый», «Она красивая», «Он красивый», что у нас происходит? У нас прилагательное изменяет окончание согласно роду. То есть вот у нас опять идет связь подлежащее и сказуемое. Да, ну в данном случае здесь прилагательное спрягается по родам. Опять-таки в турецком языке эта связь будет всегда, прилагательное в турецком не изменяется, но зато афикс-сказуемости, который мы будем использовать, он покажет нам как раз, кто кому принадлежит и как эти слова связаны между собой. На глаголах еще проще разобраться. Мы говорим «Я иду», «Ты идешь», «Они идут». Вот у нас спрягается глагол. Он спрягается по лицу и числу. Глагол спрягать легко, это логично. Так вот, в турецком языке существуют универсальные афиксы сказуемости. Почему они афиксы сказуемости? Они ставятся к сказуемому, и не важно, что это, глагол, прилагательное или существительное. Нам это абсолютно безразлично. Они универсальны, стандартны для всех частей речи. Мы их сейчас с вами выучим и будем замечательно с ними пользоваться. Итак, несколько четких правил, которые мы должны знать наизусть, приступая к изучению афиксов сказуемости. Строятся они у нас по гармонии на четыре. Они довольно похожи на притяжательные афиксы, иногда с ними совпадают. Так вот, чтобы их не путать, для начала выучите на зубок притяжательные местоимения и афиксы. Убедитесь, что вы их знаете очень хорошо, и только после этого приступайте к новой теме. Следующий момент. В турецком языке ударение, как мы знаем, всегда падает на последний слог в слове. Так вот, афиксы сказуемости являются единственным исключением, когда у нас ударение перемещается. Афиксы сказуемости всегда безударны. Это очень важно, потому что, когда они визуально совпадают, да, внешне с притяжательными афиксами, на звук они будут различаться всегда, потому что притяжательный афикс у нас будет ударный, а афикс сказуемости безударный. И последний, третий момент важный. Подлежащее в турецком языке всегда стоит на первом месте, а сказуемое железно стоит на последнем, всегда. Поэтому афикс сказуемости – это последнее то, что бывает перед точкой в турецком предложении. После него не бывает уже ничего. Итак, мы выучили эти правила, поняли, что такое афикс сказуемости, зачем он нужен, и приступаем, собственно, к его изучению. Итак, афиксы сказуемости строятся по гармонии гласных на четыре. Для примера мы сегодня возьмем два слова. Это слово «доктор» и слово «сестра». По-турецки это будет, соответственно, «доктош» и «абла». То есть одно слово у нас будет заканчиваться на согласную, а второе – на гласную букву. Итак, поехали. Первое лицо, единственное число, то есть «я», будет спрягаться у нас следующим образом. По гармонии гласных на четыре – ум, «юм», «ым», «им». Мы будем добавлять к согласной букве. Либо, если слово закончилось на гласную, мы вставляем промежуточный звук «е». И получается у нас «юм», «юм», «им», «им». Четыре. Опять-таки, по гармонии гласных на четыре. Обратите внимание, вот об этом я и говорила. Здесь окончание «им», оно соответствует притяжательному местоимению «беним». «Беним эвим» – это будет «что?» «Мой дом». Но сказать «бен эвим» невозможно. Сказать «я есть дом» – это глупость будет. Но зато мы можем сказать «я доктор», «я врач». «Бен докторум». И, соответственно, мы скажем «я сестра», «бен облаим». То есть, обратите внимание, местоимение у нас будет нормальное, непритяжательное. Соответственно, вы их не перепутайте, не переживайте. Следующее – это множественное число для первого лица, то есть «мы». Спрягать мы будем его следующим образом. «Ус» – «юс», «ыс» – «ист» мы будем добавлять к согласной букве. И точно так же у нас будет вставляться промежуточный звук «е», если слово закончится на гласную. «Юс» – «юс», «из» – «из». Соответственно, мы говорим «мы врачи», «бис докторус». И мы говорим «мы сёстры», «бис облаес». То есть, обратите внимание ещё раз, афик сказуемости будет безударной. И, опять-таки, чтобы учить их наизусть, в общем-то, довольно легко, потому что хвостики, опять-таки, похожи на притяжательное местоимение. У нас тоже там окончание было «из». Хотя они не соответствуют в данном случае, не идентичны. Второе лицо, единственное число, то есть «ты», будет у нас спрягаться следующим образом. Сун, сюн, сын, син по гармонии гласных на четыре, как гласной, так и в согласной букве. Соответственно, мы будем говорить «ты врач», «сэн», «докторсун». Мы будем говорить «ты сестра», «сэн», «обласен». Второе лицо, множественное число, то есть «вы», получает спряжение. По гармонии гласных на четыре, как гласной, так и в согласной букву. Итак, вы, врачи, сис, докторсунус. Вы, сестры, сис, обласенас. Обратите внимание, здесь множественное число. Но, к слову, доктор и обла не добавляется множественное число, показатель множественного числа «lar-ler». Почему? Потому что у нас афикс сказуемости, он уже является показателем множественного числа. Масло масляное нам не нужно, никаких «lar-ler» мы не добавляем. Ну и третье лицо. Итак, третье лицо, единственное число, оформляется афиксами сказуемости, по гармонии гласных на четыре. Дыр, дир, дур, тюр. Это у нас будет вариант для звонкой, согласной. Как мы видим, он начался на букву «дэ», а мы знаем, что это. Говорит о том, что у него есть глухая, парная глухая ипостась. И на глухую согласную, если слово закончилось на глухую букву, мы будем добавлять, соответственно, тыр, тир, тур, тюр. Соответственно, он, врач, будет о, доктор, дур. Она, сестра, о, обладыр. Третье лицо, множественное число, они, будет оформляться следующим образом. Мы к афиксу дыр будем добавлять множественное число лар или ляр. Итак, дырлар, дирляш, дурлар, дюрляш. Это вариант на звонкую согласную. И, соответственно, тырлар, тирляр, турлар, тюрляр. Это вариант на глухую согласную. Они, врачи, мы скажем, онлар, доктор, дурлаж. Они, сестры, онларш, обладырлаж. Еще один очень важный момент. В современном турецком языке третье лицо, единственное число, афикс-сказуемости, употребляется все реже и реже. Иногда он необходим, чтобы показать весомость предложения, его значимость, подчеркнуть какое-то слово, эмоционально его подчеркнуть. Но на самом деле, чем меньше вы будете дыркать и тыркать, тем красивее вы будете говорить. Действительно, в современном языке все чаще и чаще дыр уходит. Поэтому, что третье лицо, единственное число, что множественное число, довольно часто в устной речи, особенно в устной речи, конечно, опускается, но в письменной остается и сохраняется. Если вы хотите выучить все как следует, то я бы на вашем месте вначале учила все и использовала бы все изначально так, как есть, а уже потом, когда вы овладеете этим совершенствием, вы можете опускать эти афиксы и ими не пользоваться. Ну и на этом все. Я надеюсь, что сегодняшний урок был для вас полезен. Обязательно ставьте лайк, если это было так, подписывайтесь на мой канал и переходите к следующему видео. На этом все. Пока-пока!